Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир! И сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом выращивания колиуса из семян. В том году я также выращивала колиус из семян, но семена колиуса были достаточно дешевые. Это была смесь сортов и, к моему, конечно же, большому сожалению, вырос колиус, ну, скажем так, однообразный. Было только две расцветки и те расцветочки у меня есть у моей свекрови. То есть я могла бы и не выращивать колиус из семян, а просто со мной поделилась бы моя свекровь. Потому что колиус можно размножить двумя способами. Черенкованием вы срезаете верхушечный черенок, ставите в баночку с водой и спустя две недели уже будут корни. Это будет уже самостоятельное растение, колиус достаточно быстро укореняется. И можно его уже спустя две недели высадить в какой-то горшочек небольшой. И также, как это буду сегодня делать я, выращиванием из семян. Вот такие сорта я выбрала в этом сезоне. Буду выращивать два сорта, всего лишь два сорта. В каждой упаковочке по 10 семян. Семена колиуса достаточно мелкие. Они круглые, черные. И их не видно. Поэтому, как и в том году, высывать я свой колиус буду на салфетку. Этот способ мне в том году выращивания колиуса очень понравился. Поэтому я буду его повторять. Но для тех, кто любит перелить почву при посеве, наверное, посев на салфетку это не ваш способ. Так как, если вы любите перелить почву при посеве, у вас быстро появится плесень. Контейнер заполняю землей. У меня покупной грунт. Для посева колиуса подойдет любой универсальный покупной грунт. Самое главное, чтобы он был рыхлым. Для посева лучше выбирать легкий, рыхлый субстрат. Грунт слегка утрамбовываю и проливаю почву водичкой с добавлением фитоспорина. Затем на ровную поверхность почвы я выкладываю салфетку. Салфетка, как вы видите, очень быстро намокает. Аккуратненько я ее поправляю, где это необходимо. И раскладываю семена по поверхности нашей салфетки. Несмотря на то, что салфетка намокла, семена колиуса блестящие. И они хорошо заметны. Блестящие и черные. Высывать я буду в один контейнер два сорта. С одной и со второй стороны у меня будет по 10 семян. Слегка смочив зубочистку, я цепляю семечко и раскладываю на расстоянии 1 см. На тот случай, вдруг какие-то семенцы не прорастут, так как многие жалуются на плохую схожесть к колиуса, я раскладываю семена на расстоянии 1 см. Семена колиуса я буду высевать поверхностно. Семена достаточно мелкие, поэтому заделывать в почву я их не буду. Слегка увлажняю грунт из распылителя. И накрываю крышечкой, либо стеклом, целлофановым пакетом, чем вы накрываете ваш контейнер. Свой контейнер я ставлю на верхнюю полку своего стеллажа, так как там теплее. И сразу же включаю лампу, дополнительное освещение для колиуса. Самое главное не прозевать в тот момент, когда семена начнут проклевываться. Потому что если колиус вытянется, рассада будет хилая. Если же у вас нет дополнительного освещения, высевать колиус раньше марта я вам не советую. Лучше посеять колиус в начале марта, ну в крайнем случае конец февраля, так как колиус требовательен к свету и теплу. Температура для проращивания колиуса 22-24 градуса. Не забываем каждый день открывать контейнер, проветривать его, запускать свежий воздух. Я это делаю утром и вечером. Колиус может сходить от 5 до 15 дней. Было у меня такое, что сеянцы прорастали только на 15 день. Кто-то появился на 5, а кто-то на 15. Поэтому не спешите выбрасывать контейнер с посевами. Если прошло около 10 дней, а вы не видите сходов, вы не видите сеянцев, подождите еще чуть-чуть. После того, как сходы появились, они появились на 5-7 день, я спустя еще 2 дня убираю эти тепличные условия вовсе. Я не держу долго колиус в таких тепличных условиях. Всем спасибо за внимание. Буду обязательно продолжать с вами делиться, как развивается рассада моего колиуса. И всего доброго! Продолжение следует...